Резонансное убийство в центре столицы. Вчера вечером неизвестный обстрелял автомобиль. Водитель погиб, двое детей находившиеся в машине ранены. Имя убитого полиция не разглашает, но в СМИ просочилась информация, что это известный одесский бизнесмен. А криминалисты заговорили о возвращении разборок 90-х. Анна Каменева собрала все известные детали о личности погибшего. Карты, деньги и чеченский след. Обо всем этом в ее материале. Случилось все накануне около 7 вечера на улице Антоновича, возле дома, где жил Александр Ряжев. Именно он, по данным СМИ, стал жертвой преступления. В полиции имен не называют. Неведомая особа, почти 10 выстрелов, скуривала человека, который находится в своем автомобиле, подъезжал к себе домой. В результате этих пострелов человека было поранено и в дальнейшем он помер в карете швидкой допомогой. Пострадали также дочь и сын Ряжева. Они тоже были в машине. Восьмилетняя девочка получила ранение в руку, пятилетний мальчик в ногу. Их отвезли в Ахмадет. Сейчас жизни детей ничего не угрожает. Врачи состояние их не комментируют. Мама на это разрешение не дала. Однако в полиции заявили, что девочку уже выписали. Мальчика прооперировали, он еще в больнице. Соседи говорят, выстрелов не слышали, а погибшего особо не знают. Фотографию Ряжева в интернете найти почти невозможно. Возможно, в Одессе, откуда он переехал в Киев, его знают по прозвищу Беня. Ряжева называют собственником ряда элитных ресторанов на берегу моря. К примеру, это скандально известное заведение на 10-й станции Большого Фонтана закрывает вид на море. Персонал говорит, о гибели бизнесмена не слышали и вообще не знают, кто он. Первый раз снял. То есть не слышали или он не является своими людьми? Я не знаю, потому что я сегодня вообще первую смену сюда пришел. А есть кто-то, кто вы не первую снял? Мы не знаем. Сейчас здесь все новые, здесь сейчас все поменялось, поэтому уже никто ничего здесь не скажет. А этот мужчина на правах анонимности рассказал, с чего же начинал Ряжев. Ломка при обмене валюты. При пересчете денег сначала нужная сумма, а потом человек ее определенным образом пальцами переламывает. И потом получается меньшая сумма. Ну, это такое вот мошенничество. Занялся, скажем так, серыми схемами вывоза экспорта карбамидов удобрений. В него инвестировали организованные преступные группировки финансов. В частности, бригада чеченская, Аборчакова. Это очень известный одесский криминальный авторитет. Была организована преступная группировка. Одним из людей, который отмывал и легализовывал финансы преступных группировок, был Александр. В полиции пока озвучивают две версии убийства. Отпрацовывается до колька версий, в том числе и его особистая жизнь, его профессиональная деятельность. Установляется, какие у него были конфликты, чем он занимался. А вот наш собеседник озвучивает еще одну версию происшедшего. Он очень был азартным карточным игроком. Было несколько скандалов, которые не афишировались. Эти скандалы касались того, что Александр, видимо, пользовался для отдачи своих проигрышей деньгами из общей кассы вот этих вот инвесторов. Юрист-криминолог Анна Маллер заявляет, скорее всего, это было заказное убийство. И ситуация очень напоминает разборки 90-х. Если за такие преступления, которые произошли сейчас, в ближайшее время никто не будет затриман, и никто не пойдет в место избавления воли, это будет просто сигнал к криминальному свету, что можно делать так и дальше. Мы еще ревню, до речи, 90-х не досягли по количеству злочиней. По зухвалости этих злочиней мы уже досягли. Все это происходит на тле ослабленной работы полиции, потому что, по сути, не завершена реформа. Полиция продолжает искать стрелка, опрашивают свидетелей, анализируют видео с камер наблюдения. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Анна Каменева, Сергей Килимник, подробности телеканал Интер.